друзья ну что сел я за штурвал своего трудяги и предлагаю вам продолжить наш круиз по ночному уралу как вам впечатление кафе пишите в комментариях я да я думаю что григорий борисовичу директору тоже будет интересно ваше мнение а также и девчонки на раздатке тоже ждут ну все ребятки мы поехали покушал я сытно и недорого ребятки так что вы сами видели ассортимент цены и это в наше время не часто встречается когда хорошие цены соответствуют хорошему качеству все въезжаем их чебаркульский район вот кстати как раз эти два кафе и находятся на границе чебаркульского района так теперь нам войти в колею и вместе со всеми ребятами приготовиться штурмовать урал едем ребятки едем до уфы нам 359 километров пишет дорожный указатель это конечно уже на сегодня многовато так как время уже без пятнадцати шесть по москве это у нас получается без пятнадцати восемь а на триста километров это примерно четыре с половиной часа пять будет да конечно нет размах уже такое делать не будем в общем поедем так как позволит организм как только заставит вставать значит будем не раз думаю вставать тому же со стоянками на урале проблем нет сегодня у нас погодка сухая так что я думаю найдем мы где пристроиться по-моему вот асфальтированная стоянка зибаркуле есть неплохая может даже до туда и пойдем ну ладненько вы главное не расходитесь оставайтесь на канале впереди все ждет самые интересные друзья раньше дорога уходила прямо здесь вот была весовая и мы по прямой уходили через чебаркуль но сделали бетон очку не так давно где-то не как давно уже год с лишним наверное да и теперь мы по этой бетон очки уходим на объездную и чебаркуль мы вообще не задеваем в принципе так и должно быть в современном мире чтобы все вот эти трассы обходили населенный пункт хотя мы там чебаркуль только одну улицу и задевать задевали даже можно сказать домов-то населенных мы там и не видели только стоянка и заправка и магазин вот кстати она как раз у нас тут сейчас и светится плохо видно что фонари перебивает но бетон очка честно говоря так сказать оставляет желать лучшего по ней скачешь 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 как на резвом жеребце есть конечно гладкие участки а есть прям такие чувствительные где потряхивать на легковой то наверное и незаметно да вот кстати мы сейчас под развязочкой прошли как раз под новой это вот как раз дорожка и пути провод и сделан для заезда в чебаркуль и выезда с него сюда на трассу а идем мы с вами по м5 вот мы ребятки подъехали к миасу стелла тут конечно не освещена нет только стоит то ли лось то ли олен с опущенными рогами зато где выпускались знаменитые захары ребятки в этом мясе это было уже в далеком прошлом когда еще они звались урал зисы так но мы держим направление на уфо досадки у нас до златоуста 45 досадки чуть подальше едем ребятки едем так у нас еще светофор впереди что ли а тот же мост у нас ремонтируется я и забыл так что разгоняться не будем по моему нам горит красный да по-прежнему здесь идет ремонт моста почему и существует этот реверс да светофоры все за знаками позакрывали но тут поставили дублирующий с левой стороны чтобы людям было видно на всякий случай включим аварийку то мало ли кто сзади едет спит ждем ждем должен нам загореться зелененький все поехали вечером сейчас транспорта немного поэтому долго мы тут не стояли что мост уже почти почти можно сказать основа завершена осталось только сделать перила поставить отбойнички ну и сделать подъездной путь да дело за малым поднимаемся мы ребятки в самую тяжелую высокую гору семь с половиной километров подъем в златоустовскую и впереди у нас цементовозик идет тяжелый сейчас попробуем здесь вот его обойти вроде далеко просматривается иначе на спуск нам тоже придется за ним тащиться тащиться кто-то ребята а ну это газели скоростные идут сейчас по фонарям то особо сразу не отличишь они тут навешивают фонарей на будке и такое ощущение как будто фуру догонять некоторые газели по высоте тут ехал как-то снимал чуть пониже фуры сделать зато узкая такая высокая караул как думаю она на дороге держится и ветром не сдувает а здесь вот кстати ветерок-то чувствуется прям поднялись какими-то порывами так ну теперь семь с половиной километров спуск вот он златоуст наш город где-то там внизу справа остается вот к нему пути провод как раз ведет а мы пошли насквозка ребятки включаем торможение мотором на одиннадцатой передаче в третье положение полторы тысячи оборотов семьдесят пять километров в час нам маловато разгоняется все равно все-таки эти пятнадцать тонн разгоняют а у нас впереди никто не мешает ну и в то же время ночью на такой скорости идти надо придержать мало ли кто нам на гору пойдет со встречки в обход да она а на город как раз немало поднимается кто-то за бригадирил хорошую колонну собрал кто-то за бригадирил хорошую колонну собрал далеко и больно не разглядишь сейчас на горку поднимемся из горки глянем друзья прошли мы сим а после сима ремонт идёт и днём и ночью и вышли мы уже точнее пустили нас по новой дороге а старую демонтируют и скоро будут да уже вон здесь делают подушечку скоро здесь в четыре полосы пойдем ну а тем временем мы подъехали уже каше стоило что-то не освещено а здесь у нас мини-рыночек видно работают и днём и ночью смотрите так что можно все что хочешь купить даже ночью так ну что у нас до дома до нижнего остается 1041 километр это многовато конечно на часах у нас полдесятого полдесятого коллеги вот обгоняют ладно хоть поморгал подсказал на часах у нас полдесятого по москве а по местному то уже полдвидвадцатого нет все началась позевота значит надо вставать и после аши на границе с башкирией тоже идет ремонт тоже строит мост опора уже готова темно только не видать нифига вот башкортостан начинается у нас ребятки а слева стела в Челябинской области то есть тут идет ай 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 вот это вот это срезали все в башкирии уже конкретно взялись асфальт срезать по полной программе друзья ну все я заезжаю на стояночку байтуган что-то там здесь уже весь коридор слева был занят асфальтированный а здесь вот асфальта пока не положили укатанная щебеночка так ага охранник ходит сейчас наверное подскажет куда поставить так ребятки ну на сегодня у меня все пока я с вами ненадолго расстаюсь но лишь ненадолго завтра я жду вас снова на своем канале и мы продолжим путешествовать все кому нравятся мои видео не стесняйтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить мое следующее видео а пока всем пока пока пока